Всем доброе утро! Рада вас всех видеть, очень соскучились. Ну а я выезжаю к стоматологу. Сегодня у меня приём. Я не знаю, что они будут делать, может быть, просто посмотрят, как идёт процент заживления. Вот, как всегда, очень боюсь, но надо, что делать. Поэтому поехали, посмотрим, что они от меня хотят. Вот, поеду с Леркой, поэтому сейчас сначала заеду за ним, а дальше уже вместе. Поедем к речу. Несмотря на все мои приключения, мы уже на месте. Успели вовремя. Лерка оформляется. А вот, а я жду своей очереди. Так, обновление информации. Я вышла от врача. Мне сняли швы. 4, Лера говорит. Потому что она была у меня во рту практически целиком. Да, Лера? Вот, всё-таки, желание быть врачом у неё всегда побеждает. Что мои роды, что зубы. На везде. Вот, короче, сняли нам швы. Мне. И дальше мы идём в Таргет. Приехали. Лера хочет посмотреть Макарушке. Подарок. Так, а моя помада осталась. Старые сумки. У тебя есть с собой помада? Ну, мне все губы обтёрли. У меня, кстати, новая сумочка. Посмотрите, как. У меня с собой помада. Какая красавица. Просто обожаю. Она просто мешок. Без всяких кармашков, замочков. Просто мешок, в который очень удобно всё накидать. Я вам сейчас поближе покажу. Ой, посмотрите, как она выглядит. Просто огонь. Вот. Мы с Лерчиком приехали в Таргет. Идём посмотреть Макарушке подарок. Вот. Такие дела. Так, а маска моя где? В сумке. Сейчас доставлю. Зачем красить губы, когда можно просто одеть маску? Идём в магазин. Сегодня совершенно легко выбрали подарок. Просто. Видимо, Макар вообще не вредный. Пришли, взяли с полки и ушли. Представляете? Это заняло ровно одну минуту. О, я хочу сюда гантели купить. Гантели домой? Да. Я не знаю. Ну, хотя бы как средство безопасности. Ты прям хочешь вот такие. Есть ещё другие гантельки. Но вот эти, кстати, для многих упражнений поудобнее будет, чем те, которые у нас дома. Хотя я бы вот одну такую взяла. А остальные взяла бы те. Я не собираюсь, что тебе весь набор хватит. Ну, а для рук это не очень, мне кажется, удобно. Не очень удобно? Да. Наоборот. Мне кажется, наши удобнее, которые маленькие. Вот эти? Ну, хотя нет. Нет, я им вообще терпеть. Вот такие. Да? После этих корабля, в смысле металла пахнут, где? Да. Мурманчанок понравился. Пошли. Что? Ну, я думаю, в Таргете это не тот этот. Они в Маршалсе есть. Весь набор. Я вспомнила, что я хотела купить Мишельке Леотард. Слитный такой купальник гимнастический, трикотажный. Потому что у нас эластик, и в нём очень холодно на льду. Сейчас мы посмотрим, для танцев такой есть. И возьмём ей. Камерой управляешь. Так, нам сюда. Лера сказала, что я очень профессионально управляю камерой, чтобы не засветить её подарок. А я уже боюсь хожу. Так, где-то здесь есть отдел с танцами. Да, её до сих пор производят. Хотя, мне кажется, её же до сих пор и смотрят, дочь. Ютуб рулит. Так, где-то здесь есть для танцев отдел. Во всяком случае, был. Думаешь? Ну, пожалуйста. Вот. Колготки здесь брали. А, вот они. Сейчас, дочь, я колготки гляну ещё. Да, точно, колготки мы ей здесь брали. То мы с Евой не могли вспомнить, где мы брали колготки. Она говорит, кажется, вторгить. Сейчас спрятала свой подарок, чтобы я его не засветила. Ну вот, вот такой нам нужен. А сверху кофточка у неё будет. Так, вот это. Если это только и остался её размер, это будет смешно. Нет, 14-16. Блин, это большой. Слушай, ну он развею 14-16. Ну да. Большой. Он нагревый. Ну-ка, вот эти вот на маечках. Мне всё равно сверху... А, это эластик. Так, а светлый какой-нибудь, бежевый, может быть, кремовый. Ну, тут с юбками. Что-то ты меня в какой-то таргет привезла, не такой, а? Я только в самый лучший привезла. Можно в пальцем его. На сайте уже можно на Амазоне доказать. Ноу, да. Во-первых. Во-вторых, может быть, просто длинную маечку. Давай посмотрим. Может, просто комбидресс есть тогда. Так. Маечки все вот здесь. А Миша, это бодик? Да, бодик. Вот майки есть. Можно взять. Да, тоже 14-16. Бодик, по-моему, нету. Все. Ну, майку это только заправлять в волосины. Это будет некрасивее. Так. Ну, и что делать? Поедем в другое место, посмотрим. Ну, просто у нас сегодня тренировка. Так. Это что такое? Шорточки. Да. Такая тоже красивая, да? Я не люблю этих героев. Ну, вот эти не очень. Я мам, какие-то спортивные эти. А здесь? Это Джоджо Сива же. А вот лосины. Ну, вот это все эластик. Мне кажется, она в нем замерзнет. На льду. Это 100%. Вот такой можно еще и взять. Ой, сейчас покажу вам. Такой, может быть, еще и взять под низ. Он такой классный. А зачем он мне? Ну, не на голое за тело одевать. У нее, короче, вот такая майка. И она снизу как бы широкая. Вот этот мне очень нравится. Он 9 долларов стоит. Это, мне кажется, ее размер. Вот написано 10-12. Ну-ка, 7-8, мне кажется, будет маленький. Хотя у нее вся одежда 7-8. Вот эта амочка 7-8. Я думаю, что вот это ее размер. Вот это, да, ее размер. Возьмем? Да. Скоро ей уже 9. Да, скоро ей уже 9. Держи. Офигеть, вот время. Ну, вот этот ей большой будет в объеме. Она сейчас так похудела со своими тренировками. Что будет точно большой. Шортик классные. Шорты классные, но нам теперь шорты некуда носить. Парадокс. Нам нужны только лосины. Мы, не знаю, мы живем на льду. Вы не поверите, я ходила на шоппинг, покупать себе вещи. Я купила все только с длинным рукавом, теплый свитер, куртку, двое джинс. В общем, все только теплый свитшот. Мне Ева говорит, если посмотреть на твою корзину, в жизни не догадаешься, где ты живешь. Я говорю, это точно. Я живу на льду. Вот же. Это капли. А, это капли. А вон леггинсы же. Я не снимаю твою. Так, 7, 8, 10, 12. Вот в прошлый раз, я помню, не было чисто черных. Но вот написано леггинсы, 10, 12 нам надо. Это капли 9. А, да. Вот я... 10, 12, 10 и 7, 8. Нет, 7, 8 маленькие уже. Мы возьмем 10, 12. Ну, они такие тонкие, мам. Тоненькие, конечно, да. Мы еще с Лерой взяли. Покажи трико, дочь. Вот такой трико взяли. Потому что она тоже иногда из-за макарки по 3-4 часа на льду. Мы просто ходим. Его ждем. Ну, она и катается, и ходит, я не знаю. Слушай, ну вот те, которые у нее... Стоит из долларов. Да, те, которые у нее сейчас, в которых она катается, они у нее прям, мне кажется, потолще. Ну, мам, эти я вообще считаю, что даже эти круглотки будут потолще, чем они. Ну, вот что-то очень тонкие. Вот эти вот поплотнее, но с блестками не зли. Я думаю, они все одинаковые. Нет, потрогай, они другие. Что, такие же? Твоя мама, давай не будем трико. Трико возьмем, да? Мы в спортивном с Евой ей смотрели, там все не то. Ну, мы, в принципе, заказали уже все, что ей нужно. Осталось теперь только дождаться. Какая классная, какие шортики. Мама, смотри, какая девочка там манекен. Вот эта? Да, приданут. Мишельку. Мишельку представляю так. Ой, Мишель попросила ей Зука заказать сумку, потому что тренер уже ей говорит с собой приносить бутылку и там некоторые вещи. Короче, нам нужна сумка, которая будет ставиться на чемодан. Но вот это что-то мне не очень. Они есть на сайте, но их долго ждать. И я вот все из-за того, что долго ждать, я их не заказываю. Но если бы заказала сразу, уже бы дождались. У меня дурацкая такая привычка. Мне кажется, что я найду поближе и побыстрее. В итоге все равно приходится заказывать и ждать. А если бы заказала сразу, уже бы пришло все. Короче, там суть в том, что сумка должна стоять и в нее просто все ставить, как органайзер. Такая не пойдет. Ну, тогда все, едем. Смотрите, как ведерко. Да, как ведерко, да, вот именно, только с отделами. С разделами. Все, едем домой. Поехали за айсберг салатом в паблик с Веркой. Чтобы были в Коско, в Коско его нет. Смотри, дочь, какая тут капуста соленая. Это с перцем, с халапеньо остро. Это соль, каравай, сит. Это что, каравай, сит? Семена каравай какого-то? Не знаю. Вот это со свеклой. Краснокочаная капуста, свекла, морковка. И тут просто капуста, чеснок, соль, перец. Вот это вот, кстати, нам, наверное, можно даже найти это. Интересно, есть тут сахар. Сейчас посмотрим. Один грамм. Но он не добавленный, он как бы из фермента. Видите, написано ферментированное. Ферментированная капуста. Прикольно, я только хочу сама засолить. Не знаю, надо сделать. Так, мне еще нужно сыр взять. Дочка, она сказала, сыр, где сыр возьмем? Сейчас, подожди, она еще сказала, что не дорого. Да, пару больших нам надо взять. А вот как раз по две штучки нам хватит. Там один большой такой, а один маленький. Он уже испорченный. Может, тут тогда веточку взять? Пастучно выберем. Что-то с помидорами сегодня не везет в костку. А? Я не слышу какой-то запах. Вот эти вот даже по цвету явно вкуснее, нежели вот эти. Может, тогда возьмем веточку? А веточка, кстати, уже не веточка давно, но вон, повес, не свежие они. Вот эти еще более-менее, но тоже. Да подожди, мне хочется использовать хотя бы то, что нравится. Не, они зеленые, дочь. Нам их сейчас есть, поэтому давай, лежать им некогда. Хочется, чтобы они были вкусные. Ну вот, три штучки нам хватит. Так, что еще нам надо? Сыр? Сыр, яйца и масло. А, да, масло, масло, масло. Вы скажете, что мы только что были в костках. Но нам просто сейчас не нужны такие объемы. А, Лера говорит, а твои не знают, что мы были в костках, ты не снимала. Да, Лера, мы как-то по очереди снимаем, потому что когда мы вместе снимаем, это вообще утопия получается. Камера, камера. А, да. Так, нам надо в масло растительное. Ну давай возьмем, потому что у нас очень мелкие, можно уже порезанные взять. Не порезанные, давай, не хочешь? Только выбери, чтобы не было сахара, пожалуйста. Ну вот эти вот гениусы, кошер дилс классные. Кошер. Ты же у нас любишь все кошерное. А можно и пабликовские взять. Ой, осторожно. Ну, по-моему, там нет, мы уже брали. Я не знаю, а по мне кошернее самое вкусное. Какие чашечки симпатичные, смотри. Попробуй мне доказать обратно. Нам, кстати, с тобой надо вот такие вот купить. Блин, ну они пластиковые. Все, что мы едем висели, бывает на них пугало. Лол? А? Лол? Нет, на самом деле хочется прямо купить все, что мы едем. А, гордость ты хотела сказать? Жаль, так сказать, местное. А, праздник, нечастенько. Я все еще такие легенькие чашки прозрачные, стеклянные, но они походят только в этом, в лакеи. Так, какое масло мы берем? Вот такое вот. Ты брала какую-то другую фирму. Вот такую ты брала. Кажется. И что, вкусная? Ну, Ева-майонез на нем делают, очень классная. Да, вот, фасалтинг и гривен. Вон, фасалтинг и бейкинг, по-моему, я ту брала. Да, точно. А может, большую взять? Нет, я возьму большую. Я просто большую такую не вижу. Тут скажите. А, вот. А где ты видишь? А, все, нашла. Вообще, сегодня мне что-то не по шарам. Пошли. Ой, мать. Ты что так говоришь? Не по шарам. Так, раз, два. Не по глазам, окей. Раз, два, три, четыре. Чего-то пятого еще нет. А, яиц. Яиц. Еще двоих нет. А что еще? Взяли огурцы не из списка, помню. А, что? Можно сыр и ехать. А, точно. Вот это что значит молодой мозг, а? Это не называется не молодой, а уставший. Я уже просто в топах в магазине сегодня была. Я не хочу еще. Так, кипитра. Ой, не знаю. Мы поедем в ресторан заедем, поэтому возьми вот просто 18 штук и все. А завтра у нас в плане оптовый магазин. Вот, смотрите, бекончик уже готовый продается для завтраков, для салатов. Вот. Сиккат. Ну да, много нельзя употреблять. И вообще, жареный, конечно, тоже. Да нет, дело так не в этом. Я сомневаюсь, что они его готовят так, как дома готовишь. Ну да, может быть он в какой-нибудь поливке сладкой, как обычно. Так, ну все, ищем сыр. Так, пришли к сырам. Шарп чеддер, дочь, а Лева любит. Шарп чеддер. Окей, ищем шарп чеддер. Экстра шарп. Не, просто шарп. Экстра не надо. Я люблю белый. Я люблю зеленый. Ну давай возьмем тогда этот. Сейчас тебе скажу. Зеленый с белым. Нет, нет, подожди, не такой мы брали. Подожди, сейчас тебе скажу. Какой-то мы брали еще. Колби-джак, это единственный, который белый с желтым. Колби-джак, нет, мы точно на такой брали. Еще. Мам, у тебя не так много вариантов трубков. Ну давай чеддер, ладно, давай. Ты экстра берешь? Я просто беру шарп. Там есть экстра шарп и милдж. Но он что-то очень такого насыщенного цвета. Меня прям смущает. А может, с желтым бывает чеддер? Мне казалось, что мы брали чеддер. Брали white чеддер. Да. Поэтому здесь нет white чеддер. А вот смешанный, да? А вот, может, мантерей джек возьмем? Мантерей джек? Не знаю. Я выносил ветку. Ну, такой темный мы ни разу не брали. Да брали вы? Мантерей джек. Че? Этот или тот? Я в любом случае забилась. Вот у меня. Смотрите, тут было сколько. Я прохожу на него совершенно спокойно, представляете? А полгода назад еще у меня бы руки затряслись, ей-богу. И в горле пересохло. И в горле резко бы пересохло, да. А сейчас спокойно, как удав. Вот даже не тянет. Ну, все, в мою очередь. Мы сегодня перебежками с Леркой между дождями. Посмотрите, какое у нас небо. Мы сли с магазина и молимся, чтобы опять не пошел дождь. Ну, самое интересное, что был такой дождь, вы себе представляете, стеной. Самое, что у нас сильно намокло, это ноги. Потому что везде просто потопы. И ты от этого дождя никак не спасешься. Ни в дождевике, ни в этом зонтиком. Просто все равно утонешь. Вот опять начался дождь. Лерка, давай скорее ливень начинай. Открывай. Привет, Макар. Все, наверное, по тебе уже соскучились. Свет включу. Посмотри на меня. Че ты мне тут сказал? Че мне пришла? Фоча. Пришла домой, приехала. Представляете, он мне говорит, «Мама, тебе там на лавочке почта пришла?» Смотрите, три конвертика. Это от кого почта? Молчит, да. От меня. От тебя? Ну, я посмотрю. Так, давайте посмотрим, что здесь. Тим, моя прелесть. Это кто, сынок? Явно девочка. Это я. Спасибо. Нос, как у меня, курносы для Лер. Глаза большие, волосы длинные. И в платьице самое главное. Вот ты, моя прелесть. Так, второе. Это тоже я? Ой, это тут еще какие-то заколочки. Да, или хвостики. Вау, ножки стройные. Сына, ты моя прелесть. Как ты меня правильно видишь? Да, вот это вот такие непонятные брыльки. Ну, очень красивые. Нет, это случайно. А, это случайно? Ну, тогда понятно. Так, а это что? Робот-паук. Робот-паук. Ох ты, какой красивый. О, нет. Робот-попит. А, это робот-попит. Ну да, похож теперь. Очень красиво, сына. Спасибо, любимый. Ой, Мишель. Ну, только ты могла так одеть топ. Видите, вот так положи, тогда не буду. Доча, ну ты даешь. Так, сейчас мы переоденем, покажемся. Пока не переодевается, я сниму вам свою сумочку дома. Посмотрите, какая красота. Просто авоська большая, такая кожаная. Сейчас, Макарушка. У меня там айпад, кошелек, ключи. Короче, все просто абсолютно. Смотрите, какая классная. Свет еще такой вот прям обалденный. Сейчас, сынок, Ева там где... Сейчас пойдем есть, сейчас. Не бери в рот. Мам, я могу поесть. Все, готово? Вообще круто. Этот мы же взяли маленький, да? А штаны мы взяли большие. Но ей больше не надо было. Да, ей наверх было большое, а здесь и 12. Сына, вот везде твои лего. Эти штаны чуть большие, но я бы... Как тебе штаны? Очень классные. А, нравятся штаны? Чуть-чуть ей большие. Не, ну, девчонки, они, во-первых, постираются. Они, во-первых, постираются, подсядут. Это штрикатаж спиной, повернись. А, во-вторых, она их взяла слишком на бедра. Они должны быть на талии. Судя по... Да я вообще не вижу, где они и большие, девчонки, если сейчас. Вот, вот на талии они хорошо. Завяжи на талию их. Смотри, видишь, длина сразу нормальная. Повернись. Удари. А, офигеть. У Мишели свой какой-то способ завязывать шнурки. Я до сих пор не понимаю. Ты меня так учила? Нет, я вообще не так бантики завязывала. У меня два способа учила. Все? Ты довольна? Тебе нравится? Одень, пожалуйста, сверху кофту, которую мы купили для коньков. Я хочу посмотреть. Здесь стоят до сих пор, представляете, до сих пор стоит то, что мы купили с Лерой в Икеа. Задняя часть от нашего дрессера. Нет времени совершенно его собрать. Моя платьица. Покажу вам. А то так на видео не видно. Ой, вернее... Очень красивая. Все напишутся в комментариях. Какая она красивая. Я Лере говорю, она меня полнит. Кажется, что я такая большая. Но на самом деле оно такое удобное просто. Я готова ходить в нем просто. Каждый день. Очень классное платье. Прям огонь. И цвет мне прям под сумочку. Классно. Мишель пришла. Так, класс. Слушай, даже так можно кататься. В трикот. Как думаешь, Николь? Ну-ка повернись. Эти штанишки оденешь. Тоже классно. Не, ну у нее лосины попрохладнее будут, чем этот трикот. Смотри, как на зеркало посмотри, как хорошо смотрится этот трикот тоже. Да? И что ты сегодня оденешь? Ну да, правильно. Ты и вот эти леотарты оденешь. И леотарты не соединишь, да? Потому что это у меня, если я буду просто вот так понимать. Да, все, позабуду. Ну окей, леотарты одевай. Иди сейчас покушаешь, расчесываться. Давай будем. Ну скоро уже ехать, да. А еще 2? Ну пока ты поешь, пока ты все. И уже надо будет. Окей? Ну все, давай. Последнее покажу. Решила еще показать вам свои обновки, которые покупала. Про которые рассказывала. Так, смотрим. Это курточка Calvin Klein. Она performance серия. Вот. Она как дождевичок идет, но она очень теплая. Мне кажется, я даже на льду не замерзну. У нее такие здесь кармашки классные. На замочках. Вот такой бачок. Здесь дурочки перфорированный подклад в дурочку. Вот такой. Вот. Есть капюшон. Не знаю, попробую одеть сейчас. Вот так вот капюшон выглядит. И вот такой у меня вид сзади. Она как бы с таким разрезиком. Но она очень классно смотрится. Я вам просто передать не могу. Какая она крутая. Она стоила 99 долларов. А мы ее взяли на скидочки за, кажется, 49, по-моему. Вот. Просто очень удобная. И я думаю, она такая функциональная. Я сказала, что она сегодня тренировка в 4,45. 4,45? Ну, я тебя обманула, значит. Так, давай я еще джинсовую померю. Тебе нравится эта курточка? Да, очень. Верке понравилась. Сейчас покажу вам джинсовую. И вот такую себе коротенькую джинсовочку. Тоже ходить на лед. Либо тут просто... У нас, кстати, зима довольно-таки прохладная. Поэтому она мне пригодится. Она прям укороченный вариант. Сейчас покажу со спины ее. Вот так вот выглядит. Я руку подняла, а у меня пультка поднялась. Вот. Ну, классная вообще. Очень удобная. И у нее расцветка такая... Не сильно голубая, не сильно темная. В общем, как... Мне очень нравится. Вот. С моей сумкой, как выглядит. Кто тебя ударил? На свою бутылку. С электролитами. Давай, садись. Только не пей по дороге, ладно? Я уже завела машину. Девчонки никак не выйдут. Мишель, давай вперед. Где твой чемодан? Чего-то тебя сегодня загоняли, красотка. Видела, как она меня гоняла? Устала, да? Я видела. Вот это я гоняла до сили. Потом обратно. Потом... Без этого. Без стопов. То есть стоп. А уже бежишь опять. Потом... А что это она тебя сегодня так гоняла? Потом синим. А потом уже в самый последний. Ну так почему? Что, она тебя начала готовить к соревнованиям? Ну, я не знаю. Она сияла боню. Видимо, это и есть секрет. Такой интенсивной нагрузки. Макар тут играет. Она на фабрике. Выпросил у Евы специальную шайбу для суши. На колесиках. На шарнирах такая. И вот он все. Ему мальчики все. Вон мальчик пришел. Вон. Все просят у него поиграть с ним. Он теперь деловой резится. Макар, встань, сына. Встань, встань, встань. Оп. Я покатаюсь чуть-чуть потендусь. Ну, покатать все. Всталась, конечно, но мне надо. Осторожно. А? А, ну давай. Сейчас переоденем. У нас сейчас... Макар после персоналки отдыхает. У него была час персональная тренировка. И сейчас у нас школа начнется. Нам надо будет переодеть красную форму всю свою. У Макара теперь крутая шайба. Все хотят с ним играть теперь. Что это значило? Устал. Устал, пацан. На середине. Ну, пошли переодевать красную форму. А, ну, еще и все время, да? 12 минут. Переодеваться пойдем? Мишелька ушла одна без тренера кататься. Я, говорит, конечно, устала, но мне надо. Где ловушка? С девчонками он катается. А у тебя сейчас школа. Ну да, они же давно уже тренируются. Смотрите, как красиво катаются. Причем они уже такие в возрасте, ребятки. Очень красиво. Очень красиво. Мама, слушай, слушай, что я покиняюсь. Мама, мне сейчас не покиняюсь. Мама, мне сейчас не покиняюсь. Сына, у тебя сейчас школа начинается. Ох, что-то спиночку прихватила. Ева, я сама. Ева так сильно сегодня порезала руку, что ничего делать не может. А? Я говорю, ты себе отпуск подписала. Смотрите, что у нее с рукой. О, какая грязная шайба стала. Ну ничего, сейчас с лапетками вытрем. Пойдем, сына, переодеваться. Мама, я хочу вот это. Нет, в школе надо красным быть. Пойдем. Пойдем, пойдем. Переодели красную форму. Все, красавчик готов. Ухожу, ухожу. Выгоняет меня. Мама говорит, иди туда. Мы на трибуне. С Евой в передних рядах. Sorry. Что, Ева? Как всегда в передних рядах. Сеструха болеет. Здесь классно видно, классный обзор. Сегодня поснимаем для вас игру. Будет жаркое число. Как думаешь, на какой стороне будет игра? Знаете? Играя там со флейками. О, окей. О, подожди, я сегодня двое ворота. Сегодня поле не на три дели. Нет, я уже раз начну делить. Ну вот, Саня, что-то как-то странно. Ну, может, еще сейчас установить? Вон, еще третий ворота, значит, будут делить. Конечно, им такое поле большое. Зачем? Ездят еле-еле еще. Сейчас поделят. Вон наш. Выпустили муравьишек. Вот он наш. Красавчик. Он у нас уставший. Что-то он сегодня... У него часовая тренировка была. Он только полчаса отдохнул. Ну, мы не знаем, как будет держаться сегодня. И то из них 10 минут туда переодевались, и 10 минут обратно. О, кто-то уже лежит, звездочка. А вот он, самый маленький, посередине едет. Вот он. Не вон тот, а вот этот. Я сама уже запуталась. Звонк возле тренера, возле баллона, да? В шине едет. Угу. В баллоне, что ли? Крова. Господи, сколько их все одинаковые. В�ень. Ваш начальник. Смотри, вот это. В банк. В банк впрошлый лазь здесь. В банк, который... Сосдох. В банк. 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 И так неудобно. Молодец. Мальчишка молодец. Аккуратный с ним. 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 Нет от места. ребятушки мы наконец дома приехали с тренировки замерзли устали я решила показать вам наш кита ужин мы все еще на кето с его и не собираемся менять свое питание его так вообще всю жизнь собирается так питаться вот у нас свиные ребра сегодня на ужин я вам просто хочу продемонстрировать насколько они приготовлены и видите от них мясо прям само отваливается просто супер вкусное мясо дальше у нас перцы это мы делали вчера они хранились в холодильнике поэтому немного подмятые но очень вкусные просто обалденные перцы мы уже показывали несколько раз рецепт это сыр так здесь у нас десерт в основном там на дне взбитые сливки и сверху немного взбитой клубники вот это сегодня мы себе позволили zero call у его вообще прям как вино такая бокальчик вот так что мы сейчас садимся и наконец наш обед сколько времени 8 14 вечера наконец наш обед состоится вот приятного нам аппетита а у деток сегодня был супчик на обед вот а ужинали они на тренировке поэтому у нас вот такая вот красота но приятного аппетита и всем вам кто обедает ужинает или завтракает